Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. А сейчас я буду реагировать, после того, как поправлю эту камеру, потому что немножко неправильно стоит. Вот так, правильно. Сейчас я реагирую на песню, которая называется Dreamers. Эту песню спел Чонгук, наш любимый Чонгук из группы BTS. А помогал ему в этой песне, в конкретной, я специально посмотрю, чтобы не ошибиться, а Фахад Аль Кубаиси. Песня не просто так у меня появляется в репертуаре, потому что мне ее заказала моя сестра. У нее сегодня день рождения, 20 сентября. Вот как раз сегодня я реагирую, очень надеюсь, сегодня выложу. Так что, Алина, с днем рождения, поздравляю тебя. Вот, а деньги за заказ я тебе верну, потому что это неприлично, в конце концов. Вот, в общем, да, Dreamers, Алине песня нравится. Я ее, честно сказать, я ее слышал один раз, но я ее слышал один раз на ноутбуке с плохой акустикой, поэтому можно считать, что я на нее реагирую практически как первый. Песня была приурочена, записана специально для Чемпионата мира по футболу, который проходил в Катаре. И поэтому там присутствует в качестве фита тот самый Фахат Аль Кубаиси. Вот, есть еще версия, конечно, без него. Она длится на 30 секунд, по-моему, короче, потому что нет его партии. Но для нее нет клипа, поэтому реагировать я буду именно на эту. Вот, и, в принципе, все. Давайте реагировать. Еще раз спасибо, Алине, за заказ. Еще раз с днем рождения. Сейчас я ее запущу. И как мы послушаем Чунгука из группы BTS, разумеется, песня моментально взлетела там все к вершинам многих-многих чартов, потому что, ну что-то возьми, чемпионат мира по футболу, это очень крупное, известное, прям-таки, историческое событие. И я чуть было не забыл записывать свое видео. Теперь, наконец-то, все нормально, будем надеяться. Давайте, 3-2-1, поехали. Сразу же такой бас. Официальный саундтрек. Песня Чунгука с товарищем Кубаисии исполнили на церемонии открытия, там, 19 ноября. Сказали, ребята, у нас тут вообще-то... Пять не на корейском. Репят, сюрприз. Песня такая, на самом деле, очень эпичная, в том смысле, что для тех песен, которые записываются для чемпионатов мира по футболу, она очень торжественная, она воодушевляющая, вдохновляющая. Собственно говоря, а вот и Альку Бориси. Она очень заводная, это правда. Припев вполне сезалипательный. Ого. Такая стена воды. Я бы такой стены воды, честно говоря, убежал. Обычно это означает цунами. Ну, разумеется, преимущественно паяться на английском. Просто потому, что это международный хит, и он именно таким и должен быть, подразумевается. Огромное количество народа из Катары, очевидно. Тут нас кид пока что еще в воде, но скоро, по-моему, сколько я помню, будет летать по Воздусям. Вот, приехали киты, по небу летают. Такие чудеса происходят в Катаре. Ну и клип, разумеется, выгодно подчеркивает преимущество Катара, как страны. Посмотрите, у нас здесь народная, наша национальная. Вот у нас технологический сегмент. Небоскребы огромные, поэтому пролеты так очень заметные на них. Между ними, точнее. Ну и, разумеется, в самой песне используются вот эти арабские, скорее, мотивы. Не музыка прям, а мотивы. Ну, я молчу, разумеется, про этот сегмент, где поют на неизвестном на всем языке. Вспомню, как именно называется язык, на котором поют, разговаривают в Катаре. Оно, в принципе, сюда вписывается хорошо, потому что именно музыка такая. Неплохо, что английский язык с этой музыкой, с подобной музыкой. Что я мог предположить, разумеется, на просто арабском. Я просто подумал, мало ли, что как. Здесь вот национальные ударные особенно активно используются. Тут у нас корейские флаги, катарские флаги и вообще куча флагов стран, которые участвуют в этом чемпионате. Вот такая песня. Если вы слышали песни другие, которые чемпионатом мира по футболу, ну, в принципе, подобным ивентом записываются, то, конечно, знакомые нотки уловите. Они, несмотря на то, что используют часто какие-то национальные черты музыки конкретной страны, конкретной народности, тем не менее, все равно общее звучание есть. Это, условно говоря, как у песен, записываемых для Бонда, тоже есть некое общее звучание. Неважно, кто там абсолютно выступает. Там U2 какой-нибудь, условно, да, или для Бонда. Неважно, давайте не застрять на это внимание. Даже S.O.B. в свое время записывали песню для Бонда, для одного из семенов про Бонда, но так и не записали. Там, в общем, Кино Тернер, Мадонна, кто угодно. Пожалуйста, куча абсолютно разных исполнителей, которые, в принципе, поют совершенно в своих, не знаю, жанрах, своей музыкой. Но, когда ты пишешь для чего-то, ты должен обязательно немножечко в струю попасть. Вот здесь песня как раз попадает в струю. Это как песня, опять же, Шакира, которая «Уака-уака», да, или как она называется, точно не помню. Но вы наверняка знаете, о чем речь. У Итайпа, у группы, которая вообще-то Евроден, чистой воды, да, и на которой я частично вырос, у них тоже песня «Комнат чемпионата мира по футболу». Ну, по-моему, если ничего не путаю. То есть, куча-куча абсолютно разных исполнителей. Давайте слушать еще раз эту вещь. Вот теперь я, наконец-то, прослушал как следует. И она, конечно, приятна для ушей. Интересно, что здесь вначале такой бас прям. А то посмотрите, показывает, как тут все богато. Ну, до Катар очень неприлично богатая страна. Почему кольцо такой? Ничего себе! Ну, и здесь его голос подходит к исполнению этой песни. Вообще приятно, что корейские исполнители привлекают к исполнению песен, которые для международного рынка. Это не просто выход BTS в очередной на международную арену. Вот это вот именно есть чемпионат мира. И кто-то подумал, блин, давайте позовем товарища из BTS. Кого? Чонгук. Приятно. Смотрите, графика здесь очень приятная. Денег не пожалели. Ни на компьютерную графику, ни на живые съемки, ни на массовку, ни на кого. Эти песнопения арабские, они здесь практически всю песню брызгают. Здесь камера работала как... Часто в корейских, собственно говоря, клипов бывает. Особенно там JYP. Ну и Bekita тоже, разумеется. Ну и опять же, просто приятно, что они, конечно, позвали своего исполнителя, но все равно основную скрипку здесь, как говорится, играет Чонгук. А местная арабская звезда все-таки в щите, на подхвате. Ну тут вообще приятно. Чисто повязывало. Чисто повязывало. Изумеется, люди всех раз возрастов полог. Ну тут это абсолютно обоснованно. Потому что тут на чемпионате люди со всего мира практически собрались. О, как она залипает, караул. На голове-то... Песня про то, что нужно верить во все. И тогда все получится. Песня посвящена мечтателям. Очень приятная песня. Опять же, из тех, которые я, в принципе, слышал, написанных для всевозможных ивентов, наверное, одна из лучших. Может быть, не самая. Мне нужно их переслушать, да, прям все-все-все-все-все. И обычно они мне не сильно заходят. Но это несколько другой случай, потому что, ну и Чонгук, во-первых, да. И как ни крути, действительно, арабский вокал здесь в кассу. И, в принципе, арабская аранжировка, она просто добавила, так сказать, перчинки спайса этой песни. Вот, как-то так. Ну, вообще, что вы думаете? Как вы, слушали? Радовались вы? Тому радовались вы? Не, я все-таки, по-моему, лишняя Лида Белл. Были ли вы рады тому, что Чонгук исполнил заглавную тему для чемпионата мира по футболу 2022 года? По-моему, это крутое признание, признание кип-попа и Чонгука лично. И вообще, прям-таки, как тут в песне пелось, респект. Все. Всем спасибо. Всем, кто меня поддерживает на Boost, я сейчас и спасибо, и кто подписан тоже. Полина, еще раз с днем рождения, и спасибо за заказ. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok